Итак, вот это программа, вернее, содержание моего доклада. Я прежде всего хотела бы дать вам примеры, показать вам примеры. Затем будем говорить о различных методах интерпретации временных трендов. Затем я бы хотел представить метод точек объединения или joint point. Я думаю, что многие из вас знакомы с этим методом уже. Затем небольшая будет демонстрация программного обеспечения. И буду говорить о прогнозировании в конце своего доклада, прогнозировании данных. Поскольку, если мы говорим о временных трендах, то мы фактически можем сделать также прогнозы. И затем мы с вами перейдем к выводам, и у нас останется, я надеюсь, временная дискуссия. Итак, вот мой первый пример временных трендах. Это то, что я взял из Глобакана, из странички в интернете, ассоциация МАИР. Здесь вы видите время, которое начинается вот отсюда, с 1975 года до 2010. И вы видите, что каждая кривая представляет одну страну. Разными цветами они помечены. Здесь показана инцидентность или встречаемость раков разной локализации. Вы видите разные временные тренды. В некоторых странах инцидентность серьезно и быстро повышается, а затем снижается. То есть есть такие пики. В некоторых странах наблюдается плато. Но в Японии, например, у нас есть повышение и снижение. А вот здесь у нас данные, опять-таки, в Соединенных Штатах есть такой пик, опять идет наверх, потом снижается. Это разные временные тренды. Это то, как вы можете отродить инцидентность во времени. Если вы посмотрите на эти графики, то вы можете проследить определенные тренды или тенденции. И чуть позже мы будем с вами говорить о том, как мы можем их описывать. И вот это пример Санкт-Петербурга. Это то, что доступно в раке на пяти континентах. Мы будем завтра делать упражнения. И вам нужно будет находить данные. А вот это один из примеров. Это меланома кожи у мужчин и у женщин в Санкт-Петербурге. Вы видите, что здесь встречаемость меланомы повышается довольно быстрыми темпами. Итак, вот еще один пример. Это Чехия. Здесь временные тенденции или временные тренды. И вы можете проследить 10 лет скрининговой программы. В рамках программы профилактики рака. Это как раз то, что также доступно в интернете. Если вы внимательнее почитаете, то тогда вы обнаружите вот такие цифры. Это как раз временные тренды для колоректального рака в Чехии. Как среди мужчин, так и среди женщин. Здесь у нас две кривые, которые показывают встречаемость у мужчин и встречаемость у женщин. Встречаемость у мужчин повышается. У женщин наблюдается плато. Довольно стабильная ситуация. То, что касается женщин. У вас, в общем-то, есть некоторое повышение до 2003 года. А потом, как я уже сказала, наблюдается плато. Затем вы видите также тенденции смертности. Смертность повышается среди мужчин. И после вот этой точки также наблюдается плато. В обеих гендерных категориях. Вот вы видите временные тренды по данному конкретному показателю. Итак, вот это как раз из нашего регистра. Это немецкий, один из самых старых регистров. Собирает, в общем-то, данные уже фактически 70 лет этот регистр. Я также взял данные по колоректальному раку. И здесь, если вы их отразите вот таким образом, в виде линейных графиков, то есть вы видите здесь стандартизированный показатель. Вы видите здесь показатель также для мужчин и для женщин. И также вы видите, что график здесь повышается и понижается. Есть некая фактуация графика. И вы можете их немножечко выровнять, эти данные. Непосредственно я так и сделал. Я их немножко выровнял, так скажем, график. И вы можете четче тогда судить, что происходит. Инцидент на стиле встречаемость растет с конца 70-х до 2000-х годов. И затем она снижается с начала 2000-го года у мужчин и у женщин. Идет повышение до вот этого года, до начала 2000-х, а затем идет спад. Итак, как же мы можем описать тренд? Мы можем описать его при помощи нарратива или рассказа, то есть словами. Например, заболеваемость росла с 1970-го года до 2003-го, но потом наблюдалось снижение с 2003-го года до 2012-го года. Вот это самый простой способ описать тренд или тенденцию. Это неплохо, это очень хорошая идея, потому что если вы хотите эти результаты представить публике, представить общественному мнению, то очень хорошо, на самом деле, описать все словами, поскольку, так скажем, зачастую люди не очень хорошо читают цифры, проценты и так далее, другие показатели, но можно и более сложным образом представить. Это может вот таким способом, например, одна из возможностей – это описать так называемый глобальный тренд. Что же я здесь делаю? Хорошо. Мы можем посмотреть на встречаемость с 1970-го года. Вот она у нас и потом в 2012-м. И здесь у нас есть показатели. В 1970-е годы у нас было 50 случаев на 100 тысяч населения, а в 2012-м у нас было 57 случаев на 100 тысяч населения. И затем вы можете все подсчитать. Можете подсчитать процент, на который произошло повышение в течение этого временного периода. И это 13-процентное повышение. Как вы думаете, это хорошая мысль, хорошая идея глобальный тренд? Вот так описывать. Как вы думаете? Почему нет? Действительно, есть одна проблема. Дело в том, что у нас не отсюда, вот сюда мы движемся. Здесь у нас есть непрямой, так скажем, непрямой процесс. У нас есть некий процесс, некоторая флактуация. И даже вот такая простая статистика, она не отражает этого временного тренда полностью. Возможно, гораздо более сложный способ на нужное описание. Вот, например, что-то типа линейной регрессии. Это линейный тренд. Если у вас есть программа Excel, то вы можете в нее внести эти данные. И таким образом у вас получится вот такая линия. Это линия регрессии. Если вы сделаете вот такую линию, тогда вы сможете рассчитать все по формуле, введя данные. И вы видите, что повышение тогда с 1970 года до 2012 приблизительно будет на 46%. Я думаю, что вот здесь уже гораздо лучше, правда, данные? Но это все-таки финальное у нас решение? Или у нас все-таки будут еще какие-то идеи, еще какие-то мысли, как мы можем описать? Это все еще лучше. Да, коллега говорит, что мы должны сравнить два временных периода. Почему два? А, может быть, три? Вот не в микрофон, говорит коллега. Я не могу, к сожалению, перевести все, что говорится не в микрофон. Да, я еще раз скажу. Наш коллега говорит, что мы можем использовать временную точку, например, временную точку, где мы ввели скрининговую программу. У доклада было видно, что эти графики отображают рост заболеваемости и смертности до внедрения программы скрининга и после нее. Поэтому, конечно, можно выбрать точку, точку отчета, когда сравниваются два временных ряда, как раз год, когда внедрялась программа скрининга, и посмотреть, что после нее произошло. Самая хорошая идея, действительно, это метод, который будет делать приблизительно следующее. Возможно, вот так мы проведем линию, и вот так проведем линию. И вот это будет очень хорошая мысль, либо при помощи ПО, либо при помощи математического моделирования получить вот такие цифры. И тогда у нас есть тенденция раз, и тенденция два. И это как раз описывает встречаемость достаточно хорошо, действительно, до и после внедрения скрининга. А вот это решение – это так называемая joint point, это анализ. Это одно из решений. Это называется регрессия partwise. Если вы посмотрите на данные, то вы можете сделать вот такую частичную линию регрессии. То есть единственный вопрос заключается в том, как решить вот по поводу этих точек, где у нас меняется тенденция. Да, вам нужны определенные правила принятия решений, где вы как бы делаете вот эту поворотную точку графика. Это как раз то, что называется joint point на английском языке. То есть это вот точки объединения. Итак, я покажу зал вам уже. Это, ну вот, давайте посмотрим на программное обеспечение, которое позволяет нам такие точки соединения анализировать. Вот у нас есть цифры, результаты. И затем joint point, ПО-программа, будет искать самые лучшие точки соединения, или самые лучшие отрезки joint point. Это метод, который выясняет, что произойдет, если я использую одну точку, две точки, или вообще не буду использовать точек. Он пытается как-то вот эти линии соотнести на лучшем образом с данными. И модель, которая лучшим способом подходит к этим данным, будет как раз отражаться в программном обеспечении и на графике. Но будут и другие модели также отражаться, чтобы вы могли сами принимать конечное решение. Конечно, мы же хотим выбрать лучшую с вами модель. И модель показывает вам все расчетные joint point. И здесь мы видим с вами, что одна из них – это 1979 год вот здесь. Потом второй тренд отсюда сюда. И затем, вы видите, что у нас во время этого временного периода идет повышение серьезное. И в этом периоде не такой серьезный тренд. Затем у нас будет до 2005 года тренд, и затем у нас инцидентность или встречаемость начинает падать. Итак, если вы проанализируете эти точки соединения, то давайте посмотрим все-таки на посегментный анализ. Первый сегмент – это с 70-го года до 79-го. Вот она, эта линия. И затем вы обнаружите вот это значение. Это APC. Что же такое APC? Это доля ежегодного изменения. Или изменения в период времени. Это означает, что инцидентность поднималась на 3,4% каждый год до этого момента. А затем, вы видите, следующий сегмент с 79-го года до 2005-го года. И в этот временной период APC – это 1,1. Это означает, что в каждый год в этот временной период у нас инцидентность или встречаемость росла на 1,1%. Вот до этого периода. А затем у нас третий сегмент с 2005-го до 2012-го года, где вы видите минус 4,6 – это снижение во встречаемости. Соответственно, каждый год у нас идет снижение почти на 5% во встречаемости данного рака. И вот это как раз у нас и есть доля ежегодного изменения. В дополнительном решении к этому наше ПО дает нам доверительный интервал. Пи-значение и статистика показывают нам, что эта тенденция является статистически значимым повышением или понижением. То есть это случилось не по какому-то случаю, а это действительно статистически значимое значение. Все это описывает тенденции достаточно хорошо. И, помимо всего прочего, эта статистика дает нам и другие показатели, где у нас также общий процент отражается в ежегодность или средняя ежегодная доля изменений. Это показатель того, когда вы оперируете средними показателями этих трех тенденций. Например, до 2012 года у нас есть ежегодная доля изменений на 0,6%. Это, например, как мы до этого делали, это не лучшая статистика. Это похоже на этот тренд. То есть это ежегодная, это средняя ежегодная доля изменений. Когда мы хотим провести подобный анализ, что нам нужно? Нам нужно ПО и нам нужны данные. И вот это как раз наш с вами софт. Он так и называется. Программа регрессии Joint Point. Она бесплатная. Вот по этой ссылке вы можете перейти и скачать. На Windows работает. И вам нужны данные. Это первый пример данных, с которыми мы работаем. Это простые данные. Это может быть данные в таблицах, в Excel, например. Здесь вы можете найти год. Затем у вас будет показатель встречаемости. И если у вас всего лишь две строки, извините, две колонки, то есть это инцидентность и год. Но у нас здесь несколько. У нас здесь мужчины, женщины отдельно рассматриваются. И вы можете анализировать как для мужчин, так и для женщин. Посмотреть на гендерные тренды тоже. Вы можете посмотреть на стандартизированный показатель. И также у нас здесь есть разница по разным показателям, по гендерам, разные проценты. Добавьте год и другие сведения. Вы можете сделать более сложным ваш файл данных. А теперь демонстрация программного обеспечения. Я уже начала рассказывать о программном обеспечении. И сейчас новую сессию начнем. Вот о программном обеспечении мы закончили. А теперь... Вообще это по-русски временные линии, что ли? Так, сначала нужно выбрать тип файла данных. Так, все хорошо, все нормально. Поговорим об интерпретации временных трендов. Простите, тут небольшие неполадки. Что-то не хочет открываться, непонятно. Итак, я открыл файл данных. И вы видите, вот он размещен. И сейчас снова покажу. Вот файл данных. Простые файлы. Три колонки. В первом ряду на заглаве год жизни. А затем год и показатель. Все здесь просто. Можно добавить еще один файл. Какой-нибудь point.dot файл. Он достаточно гибкий. И, открыв этот файл, вы можете контролировать, все ли хорошо получилось. Вот здесь данные первые 20 строк. Я думаю, все хорошо. Затем нужно сказать в программе, в которой из столбцов будет указан год. И по поводу года. Это независимая переменная, которой является время. А вот то, что мы можем предсказать, это возрастной показатель возраста, а это половой. Вот первое, что нужно сделать после этого. Вот находится рамка основных анализаторов, параметров. И теперь вы можете сказать, кого вы хотите анализировать. Мужской пол или женский. Ну, давайте возьмемся за мужчин. А теперь независимой переменной. Вот она здесь находится. Здесь по возрасту переменной. То есть, очень много разных есть возможностей видоизменять. Я оставлю сейчас это в этом виде. Единственное, что я хочу поменять, это вот количество точек совместным. Есть модели без этих точек, а есть модели с количеством точек до пяти. Если их пять, то подсчеты занимают большое время. Потому что очень много различных возможностей. Я поставлю на три точки объединения, чтобы у нас не слишком времени много это заняло. Сейчас мы сделаем подсчеты. И посмотрим, насколько быстро работает этот компьютер. Это лично чей-то компьютер, а не от Маир. Да, понятно. Если бы это было Единственный компьютер, все бы было уже готово. Вот результаты, как я уже представляю. Вот он график, диаграмма. И вы видите, две точки объединения. Самая лучшая модель была обнаружена. Бывает модель только с одной точкой объединения. Тогда будет вот такая модель. Такой вид. И вот предоставляется вся информация об этой модели. Это год 2004. Затем год раньше, позже. Все эти важные моменты. Не такая уж плохая модель. А вот такая модель, посмотрите. С отсутствием точек объединения. А вот три точки объединения. Но здесь смысла нет. Потому что здесь такой отдельный тренд. Вот эту возьму и скажем. Вот такая модель нас устраивает. Здесь есть показатели. APC. Они поднялись на определенное количество процентов. Что-то спустилось вниз. Вот графические точки. А теперь давайте посмотрим снова на данные. Вот посмотрите оценка. Это раньше уже показывал. Но теперь у вас есть формула для каждого отдельного графика. А можно экспортировать эти данные. Вот то, что я вам раньше показывала. Отдельные сегменты с отдельными трендами. И, наконец, вот статистика. И здесь становится понятно, почему модель с двумя точками объединения была выбрана. С точки зрения статистики она оптимальная. Все достаточно просто используется. Можно экспортировать эти данные. И легко сделать такие временные тренды. Есть ли какие-то вопросы по поводу этого программного обеспечения на данный момент? Ага, вот есть вопрос. Пожалуйста. С точки зрения статистики вы уже работаете, скажем, с данными за 40 лет. И это большое количество данных. Скажите, пожалуйста, какое количество данных должно быть минимально необходимо? Со сколько лет, скажем, будет достаточно, чтобы выводить такие грубые уровни показателей? Я думаю, хотя бы за 10 лет нужны данные. И если за 10 лет они есть всего лишь, то используйте только одну точку объединения. Потому что если информация за 10 лет, то три точки объединения смысла не имеет. Программа это для вас делает. Но с точки зрения статистики это бессмысленно. Если больше лет, вот как у нас 40, то очень хорошо можно все подсчитывать. Александр, с эпидемиологической точки зрения важно, на мой взгляд, не программе доверять выбирать joint points, а самим выбрать некую точку отчета, когда введены какие-то изменения в том же самом скрининге, например, и так далее. Позволяет ли программа намеренные точки отчета вводить? Я и по-английски могу спросить. Я думаю, Михаил вот что хочет узнать. Можете ли вы запрограммировать те годы, когда происходили изменения, чтобы сравнить с предыдущими трендами? Можно ли задавать такие вещи, вынуждать программу? Да, это возможно. Можно даже сделать сдвиг по времени, можно передвинуть дату на 2 года влево или вправо, чтобы она совпадала с началом программы скрининга. Вот что понятно, если вы начинаете скрининг, то с этого года, конечно, заболеваемость или смертность не снизится. Наоборот, будет повышение на 4-5 лет. Так что это можно вводить, да, можно, это возможно в программе. Хорошо, давайте продолжим. А сейчас приведу некоторые примеры использования этого метода. Вот у меня есть одна публикация, называется «Тренды гормонотерапии при заболеваемости рака в груди». Это мыло сделано из регистров, информация была взяла. И вот идет такой анализ. Посмотрите. Слева мы видим дозы во время гормонозаместительной терапии. Можно начинать с такой терапии. И были проведены достаточно крупные исследования, которые доказали, что использование гормонотерапии может победить рак груди. Гормонотерапия помогает. После выпуска этих исследований, после 2000 года, использование гормонозаместительной терапии снизилось. А, то, что гормонозаместительная терапия может вызвать рак. Вот, видите, группа женщин 50-59 лет, их количество снизило. Женщины перестали применять гормонозаместительную терапию, потому что это может вызвать рак. И вот наше исследование это доказало. Следующая возрастная группа, 60-69 лет. Тоже вполне наглядная диаграмма. Мы хотели понять связь между раком груди и гормонотерапией. И вот, посмотрите, заболеваемость раком груди в группе возрастной 50-59 лет. Достаточно стабильная. Ну, так немножечко шла вверх. Три человека в год. А затем, после вот этого переломного момента, снижение почти на 7%. Когда прекратили или снизили гормонозаместительную терапию среди женщин этого возраста. Это как раз было сделано при помощи точек объединения. При помощи этой программы. А вот еще одна публикация. Но теперь касается скрининга рака кожи. Спасает ли он человеческие жизни? Итак, в земле Шлезьегорштине была большая программа скрининга. Почти полмиллиона участников. И мы хотели понять, что же произойдет со смертностью. Вот наша информация. Мы взяли информацию на национальном уровне в нашей стране. И в соседних странах. И Дания, и Гамбург, и Нижняя Саксония. Вот, посмотрите ситуацию в Шлезвик-Галштине. Смертность снизилась. APC 7,5%. Здесь явное снижение наблюдается. А в других странах такого снижения нет. Так что мы сделали вывод, что это может быть произошло благодаря скринингу. Первые скрининги начались в 2000 году и продолжались до 2004-2005 года. И если вам интересно, в 2004 году этот проект скрининга был остановлен. Это был модельный проект, и через 5-6 лет только после этого новый скрининг был введен. И вот из-за этой паузы, кстати, был период повышения смертности из-за того, что скрининга не было. Вот еще одно исследование. Сейчас, к сожалению, вопрос не слышен. Переводчик не слышит его в кабине. Александр, это выглядит немного удивительно, то, что вы буквально с первого года скрининга стали получать снижение смертности или повышение уровня заболеваемости. Потому что меланома в целом благополучное заболевание, при котором в европейских сторонах выживают пятилетняя относительная выживаемость порядка 85-90%. В Германии так, но вы знаете, что если уже запущенные случаи, то у них выживаемость 20-30% всего. А вы смотрели на распределение по возрастным стадиям? Да, да, смотрели. Итак, я привел два примера использования трендов в публикациях. А вот коллеги из скандинавского канцер-регистра, это достаточно знаменитый регистр, и люди такие, как Ханс Сторм, Тима Акулинен, они много что придумали для регистрации рака. Они даже теперь решили использовать тренды для прогнозирования с временными трендами. Вот посмотрите, пример рака легкого и Финляндии. Вы видите изменения сначала вверх, потом вниз, а пунктирная линия – это прогнозируемая линия. То есть они вот такую модель построили, которая даже может позволить прогнозировать нагрузку в будущем от раковых заболеваний. Вот какие разные будут показатели. Датчанки много курят, и вы видите, заболеваемость вот такая. Она все еще продолжает подниматься. Вот как можно использовать временные тренды для предсказания будущего. А вот еще важный момент, если вы публикуете ваши данные. Потому что регистрация рака всегда встречает проблему. Вечно все результаты появляются не вовремя, слишком поздно. А вот именно для преодоления тех временных разрывов и можно использовать прогнозирование. Вот, пожалуйста, в 2009 году прогноз на 2011 год. А теперь вас политики могут попросить еще дальше предсказать будущее. И мы эту проблему решили в нашей отчетности. Мы предоставляем уже наблюденные данные за 2011 год, то, что уже произошло теперь. А также мы предоставляем прогнозируемые тренды на будущее. Причем мы экстраполируем прошлое на будущее. Именно изучение прошлых трендов позволяет нам более точно предсказывать тренды будущего. Это очень неплохо. Это можно использовать для коммуникации, для публикаций. Итак, вот мы знаем, что в 2011 году, скажем, в 990 случаев, значит, будет 1000 в следующем году или в 2014. Очень удобная вещь. Итак, наконец, у меня еще два слайда осталось. С этим не буду глубоко в детали погружаться, но вы можете такое найти и в программе «Пять континентов». Такие вот возможности анализирования трендов по возрастным группам. Это очень интересный взгляд на данные. Здесь вы снова видите годы и заболеваемость колоректальным раком для различных возрастных групп. Вот фиолетовая линия. Это мужчины в данном случае старше 80. Сера – это от 70 до 79 лет. И видите, в 2013 году, то есть с ходом лет, это вероятность, риск заболевания и заболеваемость снижается. То есть, простите, повышается со временем. Вот важна роль этих данных. А здесь очень интересные моменты, тренды запущенных заболеваний по возрастным когортам. Это данные из Финляндии. Опять же, колоректальный рак. И здесь на оси Х у вас год рождения. Не год заболевания, а год рождения пациентов. И в зависимости от года рождения и степень запущенности бывает разная. Вот желтая линия, например, в 503 году человек родился. То, собственно, заболеваемость у них вот на таком уровне, в районе 30%. А если в 43-м году 50-летний человек, скажем так, имеет больший шанс заболевания, чем вот... То есть, здесь это зависит не только от возраста, но и от года рождения. От возрастной когорты по дате рождения. Вот как бывает. Очень интересные данные. И это, конечно же, тренды. Их можно проследить. А теперь заключение. Я считаю, что анализ и интерпретация временных трендов должна стать обязательным компонентом ежедневной работы ракового регистра. Каждый регистр должен иметь такие тренды в своем анализе. И обязательно в этих трендах нужно докладывать общественности. Потому что это важно знать, как идет заболеваемость. Снижается она, повышается. И таким образом ежедневские органы могут планировать и регулировать свое вмешательство. Значения временных трендов очень важны, потому что они дают нам понятие о том, что происходит в целом. Заболеваемость, смертность. Я надеюсь, я смог вас убедить и объяснить, что существует несколько методов для расчета трендов. И финальные регрессионные методы предпочтительны для описания трендов, особенно если включен анализ точек объединения, с точками объединения. Вот и все с моей презентацией. Если у вас есть какие-либо вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо.